всем привет 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 с вами снова татьяна и рима мы лидеры проекта фаберлик реалити находимся как обычно в нашем пункте выдачи фаберлик в городе краснодаре по улице яскова 28 будем рады видеть всех приходите заказывайте делайте заказы на наш пункт выдачи мы с удовольствием вас обслуживаем а если вы еще не зарегистрированы с удовольствием оформим вам кабинет покупателя внизу по ссылочкам проходить и можете оформить самостоятельно да но если не можете самостоятельность просто пишите мне все контакты вот у нас сегодня хоть и небольшая но все-таки распаковка тут сегодня должны прийти крючки если я не ошибаюсь этот заказ был сформирован последний день предыдущего вот там по распродаже у нас одежда 75 процентов была и кстати по моему сейчас она еще до сих пор есть она перевалилась распродажа в этот следующий каталог сейчас я наверно все сразу достала достала спрятала по порядку начну загадочной коробочке пудра за тени новые тени но не совсем новые которые запеченные запеченные только не те которые новые вышли это бронза бронзовая гуань называется это я заказала по своей скидке 70 процентов один продукт артикул 5386 вот так выглядит коробочка у меня есть тени из этой серии но они еще из той стоит предыдущие золотистые дать предыдущего выпуска еще когда не желтый золотистые коробочки у меня там есть которые вот зеленым и сейчас их нет раньше были черные черные там разновидности посветлее серый белый имя пользуюсь меньше всего больше конечно вот этой пользуюсь палеткой между зеленым цветом вот но на эту смотрела давно пока думала их перезапустили сейчас красивее упаковка вот теперь они уходят вот такой вот коричнево-бордовая такая какая-то коричнево-бордовая коробочка красивее чем там вот та была такая более округлая вот это такая квадратненькая тут зеркальце прикрою чтобы она не блестела выглядят тенюшки тенями пользуюсь в основном больше как подвожу стрелочки тенями так чтобы прямо наносить наносить ну не знаю по здесь спонжик закрыт такой вот пластмассовый коробочка спонжик здесь только вот с одной стороны вот мы поближе наверно все таки поднесу покажу тени получается там внизу два оттенка ближе к матовым а сверху прям с блестками сатиновый даже больше перламутровый мне кажется матовых вообще нет нижней может быть нижней сатиновый а верхний прям с перламутром наверное так короче верхней больше блесток они больше сияют сейчас я их все нанесу нет все таки нижней больше на матовый вода больше на матовая нижней матовый нет нижней так вниз у нас получается значит теперь в данном случае это верх вот вот они два мизинец и рядом сейчас те которые ширины ухты как и прям ярко-ярко берется цвет праздничный макияж можно сделать с этой палеткой вот такая вот получается эти два крайних как мы больше как матовыми а эти два финины и те которые сверху получается шимирные они более интенсивно берутся более такой цвет насыщенный на получился твой стол не это запеченные тени и тогда будут более насыщенные более яркие оттенки можно кисточкой можно спонжиком любит шимирный можно вообще аккуратно пальчиком наносить на те места где вам нужно тут вы можете играться как вам удобно как вы любите я на самом деле тоже всегда делаю по-разному какой бизик у меня в данный момент бывает но мне кажется в предыдущем выпуске немножко другие были коричневые оттенки вот именно вот в таком наборчике ну в общем короче говоря буду пробовать вообще тени эти отличные даже вот те еще которые из прошлого выпуска они отлично ложатся отлично держатся у меня из прошлого выпуска вот среди тех теней которые тогда были вот из этой серии у меня были самые любимые на тот момент они не пылят они хорошо держатся хорошо носятся не скатываются знаете так вот бывает полосочки потом образовывается забивается в складочки пока носишь с этими тенями такого не происходило единственное мне там не хватало матовых оттенков они если были на их было мало абсолютно в каждой палетке были с перламутром я как раз тогда только-только собралась заказывать там была одна палетка с фиолетовым цветом я как раз только собралась заказать и они закончились то есть их перестали выпускать они ушли на перезапуск и в новой версии когда они вышли этих оттенков уже не оказалось ничего у нас сейчас есть другие фиолетовые ты не активно пользуешься из серии жардин и как оно да есть в серии жардин и есть фиолетовые в палетке глентим они конечно там очень прям темно-фиолетовые но есть и есть у меня еще маленькая одна палеточка двухсветная из биоси там значит два цвета фиолетовый и какой-то такой бежеватый вот так что ты хочешь фиолетовых оттенков чем их используешь не помню тебя когда ты давно уже красилась ну вот просто раз когда тебя не было у меня была и тушь фиолетовая и тени были фиолетовые стрелки были фиолетовые скажем так я наводила не карандашом а как раз фиолетовыми тенями биосишными я наводила вот иногда у меня пробивает больше конечно всего я использую коричневые разные оттенки в светлых более темных тонах но иногда хочется что-то поярче цветного для таких случаев вот у меня как раз фиолетовый цвет и зелененький еще и надо наверное что-то еще и синенького приобрести это думаю у нас кстати есть в этой серии там одна палетка с синим цветом вот я не знаю я еще подумаю буду я заказывать или нет но смотрю на нее ну там вот из этой серии которая с синим цветом они прям такие ярко насыщены мне есть чисто для стрелок если у меня правда есть карандаш что-то помнишь купила синий туши синий карандаш но он отлично карандаш красит и держится хорошо в течение дня но все равно мне почему-то стрелки нравится больше красить именно тенями чем карандашом поэтому все равно больше склонная к стрелкам именно вот когда тенями делаю но все равно это как бы я еще думаю это еще не точно что я их возьму так артикул я уже сказала 53 86 кстати сейчас в этой серии в этой линейке вышла вышла новая палетка там прям с розовым таким цветом заранее приготовил чтобы показать то есть в каталог зайдете вы там конечно же их увидите это новиночка каталога вот ну не знаю как так розовым я равнодушно мне кажется это не совсем для меня и наверно больше для молодежи поэтому я из новой серии из вот эту именно новую новинку не стала заказывать заказал то что давно хотела еще раз повторяю что взяла по 70 процентной скидки по вип-программе еще по этой же вип-программе по той же самой скидки взяла то что у меня уже заканчивается любимый по моему свой тональный крем да да угадала это наша тональная сыворотка нео серо в моем цвете 6174 это ванильно-розовый по-моему или светло-розовый как-то так называется вот другой оттенок сожалению не подходит я вот не так давно убрала шон тональный наш babyface тоже в розовом цвете сразу хочу сказать что как бы ни было прекрасен но мне этот тональный кушон абсолютно не подошел придется придавить время ничего плохого этом продукте сказать не могу ложится он идеально ложится ровно на мой взгляд ложится все равно немножко плотнее чем вот эта сыворотка как его наносила спонжем я пробовала по-разному пробовала и кистью пробовала и спонжем и пробовала даже этим бьюти вот этим нашим как он скажет спонжик спонжик вот этот для нанесения тонального крема вот все равно чем они не подходит даже не тем что он наносится немножко толще чем вот эта сыворотка не подошел во-первых оттенок несмотря на то что он заявлен в розовом цвете он я бы не сказала что он все таки относится к розовому все равно он больше ближе идет к слоновой кости это одно а второе после него остается на коже матовый финиш а матовый финиш моей кожи совершенно не подходит мне нужно что такое было легкое сияние свечение какой-то такой блик создавался мое лицо так выглядит моложе и лучше и светлее а у меня наоборот мне больше нравится матовый финиш у меня все-таки кожа не жирная поэтому с матовым финишем мое лицо выглядит гораздо старше и более видны морщинки на моем лице поэтому я конечно очень была рада когда его заказала но потом очень даже грустнулась мне из-за того что он мне к сожалению не подошел вот хотя продукт сам по себе отличнейший просто дочери к сожалению тоже не подошел вот не понравился ей тоже для меня темноват он оказался мне кажется тебе будет нормально потому что ты все-таки заказываешь себе слоновую кость а он все равно ближе к слоновой кости в нем нет этой розовинки которая мне нужна в тональном креме а там это развить и вообще нет этот тон мне не подходит абсолютно у меня там не слоновая кость поэтому скорее всего он тебе подойдет может быть и даже на этот тон потом и подсадишь может быть он даже тебе лучше будет в общем как раз будет с чем сравнить вот так что считать что ты уже скушенным а про этот ты не рассказала про этот ну что я могу сказать отличный тональный крем хотя называется он тональная сыворотка ложится наверное из всех сыворотка наверно потому что он имеет очень не жидкую текстуру жидковатый очень нежный ну я бы не сказала что он течет но если ты вот так выдавливаешь на лицо он прям капельками так может съезжать я никогда на лицо не выдавливаю я обычно выдавливаю сразу на кисточку надо хорошо прокачать когда новый да может быть прям несколько раз вот смотрите это потом выглядит ничего он никуда не течет просто он такая довольно нежная очень текстура странная когда вы даже его сейчас наклонила и он все равно никуда не течет хорошо он у нее не течет а у меня салфетка мне помочь зачем покажи карте шеста нет но я тут слишком много нанесла страшного покажи там не надо хватит тут на дна шутка на драки хорошее перекрытие как раз покажешь веснушки ну он сильно не перекрывается прям сказать но все равно приглушает дает до приглушение ну за счет того что у него легкое легкое рассеивание он дает такое даже не знаю как это объяснить свечение изнутри да да такое какое-то лицо становится такое как моложе выглядит что ли у меня я сегодня делать анальный крем использовала и вот в процессе он кстати идет замолаживающим эффекта да 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 он еще ухаживает за вашей кожей и знаете как будто увлажняет ее я положу нашу этот крем да мне такое ощущение что кожа увлажнена я очень довольна этим кремом тот у меня уже прямо чуть-чуть чуть-чуть осталось скоро закончится я побоялась что вдруг мало ли не будет именно моего дона решила заказать себе заранее чтобы буду спокойно что он уже стоит ждет меня пока тот закончится мне очень нравится мне нравится то что он ложится тонким слоем наверное всех кремов которые то валят я попробовала фаберлик он наверное самый-самый как сказать тонким слоем ложится скажем так хотя заявлено что у него среднее нанесение покрытия но я думаю он наверное самый легкий из всех вот для тех кто не любит чтобы было прям сильно выделялся тональный крем на лице наверное вот этот будет самый легкий из всех но все равно для каждой кожи по-разному на одной коже он так сядет на другой по-другому поэтому тут все равно нужно все тестировать лично кстати вы именно в этой серии в этой линейке и тональных кремов есть пробники именно вот в серии вот этой на серу можно купить пробник можно при купите попробуйте сюда вы сомневаетесь но на дня вот в этом креме больше всего нравится упаковка это моя самая любимая упаковка здесь получается когда мы на дозатор нажимаем снизу у нас идет платформа которая вот так поднимает весь этот крем и его прям до последней капли можно будет использовать в итоге прям пона видно тут пусто 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 до самого верха такая пустая бутылочка да и ты хорошо можешь вовремя понять когда тебе пора делать новую покупку вот это мне в этом креме очень нравится упаковка шикарного бы всех такой упаковки да согласна с тобой и еще будут который в тюбе как крема допустим все равно как ты там уже не выдавливая когда он заканчивается все равно получается там где-то он остается на стенках некоторые там начинают изощряться ножницами он все равно потом засыхает я так и не страдаю вот тут вот в этом плане конечно все гораздо интереснее тут прямо действительно вот что до последней капли сам по себе крем отличный ничего плохого про него сказать не могу обожаю этот крем наверное не скоро 30 миллилитров достаточно надолго до хватает скрывает мелкие несовершенства кожи идет спф-10 защита личный тональный крем так дальше дальше купила я то что ты себе купила ой мне это очень понравилось я вчера опять делала маникюр и снова использовала ее вот действительно работает действительно работает все на английском масло сушка лака для ногтей помогает лаку который вы нанесли быстрее высохнуть и плюс дополнительно увлажняет кутикулу хотела почитать на мелковато написано давай я прочитаю так значит что у нас здесь написано три в одном моментальная сушка для лака защитное финишное покрытие и масло для ухода за путикулой всего одна капля средства значительно ускоряет процесс высыхания лака создает защитную пленку и увлажняет кожу вокруг ногтя не оставляет жирной пленки в составе идет натуральный экстракт лимона масло инка инчи и витамин е укрепляет ногтевую пластину восстанавливает увлажняет кожу обладает антиоксидантным свойством и удерживает влагу нанести нужно одну-две капли средства на ноготь слегка затрагивая бутикулы боковые валики я сначала когда купила это средство не могла понять как его использовать и потом уже чисто просто на практике как говорят в процессе разберемся методом ты когда я накрасила ноготь лаком и и тут же получается сверху свежего лака я беру из этого средства пипеточкой капаю прям на лак одну капельку капаю вот сюда а получается блин к кузнецели возле кутикулы но посередине ногтя сверху получается и меня капля так расплывается по всему ногтю заходит на боковые валики на полностью вся кутикула увлажняется и растекается по ногтю и по крайней мере вот с этим лаком это у меня получается который с блесточками вот этот лак прям мгновенно с ними сок буквально пару минут и лак сухой хотя я красила по-моему в три слоя вчера этот лак то есть он должен по идее дольше сохнуть но я люблю когда больше так забиты блесточки когда прям плотно-плотно друг другу лежат вот и получается вот эти три слоя у меня очень-очень быстро высохли прям очень я довольна этим маслом оно мне очень-очень нравится хотя в отзывах я видела на ютубе что раскритиковали сказали с этим маслом дольше дольше сохнет лак но там была речь про лак глянцевый с таким я еще не пробовала под такой логия попробую да и как раз оставишь отзыв мне интересно я пока еще таким не красила я больше люблю вот такие лаки использовать они меня просто на ногтях дольше держатся то есть это дня четыре я смогу проходить и при этом могу там уборку какую-то делать посуду быть а вот такой у меня все-таки лак меньше держится недолго я накрасила стала позавчера ближе к вечеру у тебя разворачивала наверно планирую очень не знаю может быть вообще мне нравится вот этот цвет это последнего ты вот так если на ноготь надавишь он у тебя сгинается нет не очень вот а у меня получается мягкая прям пластина и это несмотря на то что все таки пластина то еще не обновилась сколько тут парфонами с этого прошло как я сняла гирлак еще то есть пластина полностью не отросла это надо где-то полгода чтобы она обновилась полностью у тебя просто вещи просто свои другие ногти поэтому больше держится у меня очень мягкие они и поэтому лак быстро вот такой вообще быстро девочки вот такой стран сильно масляный жидковатый прям до пахнет лимончиком начинается как пахнет прям лимоном лимоном да прям лимончиком больше всего пахнет если честно сказать лимончиком прям вообще мне очень понравился этот продукт я его достаточно быстро впитался честно говоря пока закрутила крышку уже и нечего было протирать даже да как-то он сразу с кожи и ушел да и кутикула действительно увлажняет короче девчонки буду пробовать но я так думаю что наверно скорее всего мне понравится если тебе не понравится ты знаешь кому отдать у нас это хорошо работает да бывает мне какой-то не понравился продукт а датьяне нравится хоп подарила да слушай артикул где-то что уже вот артикул 67-35 там кстати еще есть такая же бутылочка с капельки по-моему как-то называется что-то с маслом монарды или как-то так это которая с красными внизу ой я обожаю то что змея а еще другое там она тоже антиоксиданты и даже помогает тем у кого какие-то легкие грибки в общем какие-то воспаления что-то такое какое-то такое противовоспалительное лечебное еще масличка по-моему с маслой монаркой если не ошибаюсь но я не помню вот то которая чисто желтая я не пробовала эту новинку не знаю а которая старинка скажем так с розовым внизу я ее обожаю тоже тоже она есть еще не закончилась но после нее ощущение на руках и на пальцах присутствие чего-то на пальцах она как такую легкую рук какое-то покрытие создается вот здесь и его чувствуешь да с ним надо походить-походить и потом здесь кстати вот с этим маслечком ну как бы я такого не ощущаю что у меня здесь что-то намазано а с тем маслом да потом там все действительно маслечко прям вот в этой бутылочке вот поэтому вот наверное там все-таки плотнее идет нанесение на кожу и там вот прям вот это видимо масляная пленочка она видимо все равно ощущается да она там не до конца впитывается а вот это вот сушка она мгновенно впитывается дальше поехали это у меня автоматический карандаш для ухты я такой же такой я еще не пробовала и решила поэкспериментировать такой еще не видела даже тоже не вышли они как бы не сказать что это новинка зачем ты так делаешь лучше тебе стрелочка дается там потом липкий слой остается мне не нравится этого не остается остается порезала пополам да я разрезала вот решила взять сначала в таком цели он толстый слушай я думала он будет более такой не думаю давай а он прям какой-то темноватый вот такой вот они появились достаточно уже до 40 930 слушая он стержень выглядит темным а рисует не очень и вот мне пришлось прям даже несколько раз проводить чтобы было видно линию вот если просто первый раз ведешь то он прям еле-еле хотя хотя стержень выглядит прям таким темноватым как насколько камера передают и при близко-близко подошла по мягкости как мягкий по мягкости мягкий да вот сейчас выкручу ну смотри аккуратно чтобы не сломался хочу показать вот насколько вот он вот смотрите насколько выдвигается это весь его стержень аккуратно засуну назад не поломать это будет жалко еще не попользовался уже выкинуть придется я почему решила его попробовать кстати до конца он не закручивается кончик все равно остается вот такой торчащий почему решила его попробовать потому что сейчас когда похолодало у меня со страшной силы стали опять сохнуть губы и я больше стала пользоваться все-таки увлажняющими и такими помадами которые способствуют питанию увлажнению губ из-за того что у меня губы все-таки как мне кажется уже не молоденькие более возрастные на рассчитается образовавшиеся вот эти трещинки на губах и получается эти все помады они начинают растекаться уже после обеда ближе к вечеру вот и где-то я уже не помню у кого я это вычитала каких-то видимо чатов по отзывам я вычитала что от таких карандашей меньше растекается губная помада и вот решила из-за этого заказать этот карандашик что попробовать действительно ли это так или нет поможет ли это будет ли меньше с этим карандашом растекаться моя помада ну и тогда уже в следующий раз может быть если не забуду вам расскажу действительно ли он работает лучше чем наш обыкновенный сейчас у меня обыкновенный наш карандаш который точить надо и с некоторыми помадами все равно губная помада подтекает на губах уже туда после обеда мне это не очень нравится приходится аккуратно все это либо полностью губы красить все стирать либо аккуратно подтирать все вот эти всю эту помаду которая начинает потихонечку в этих машинках появляться в общем короче говоря буду пробовать если он действительно будет лучше значит закажу еще других оттенков вот дальше ну и дальше что тут у меня осталось как же без лака подсадила я тебя все так же без лака ну сегодня у меня уже ногти накрашены уже не попробуем сегодня я сегодня сейчас подсела пока на вот эту серию с черными бутылочками вот у меня большинство моих лаков они все из вот этой серии мне очень понравилась эта серия я решила что максимально пока будут брать ее те цвета которые мне нравятся потом когда уже там все закончится то что я хочу перейду на другие серии а мне нравится серия которая идет это нюдовая с прозрачным флаконом все разные нюдовые цвета девочки сегодня у меня в красном цвете тебя что-то поперло ярко сейчас я даже знаете что сделаю рима на ты пока почитаю артикул 7904 я специально принесла сюда наше средство для стирания покажи как быстро удаляю сейчас сотру с мизинца буквально два поворота руки и стерся лак это средство мне очень нравится все быстро удаляет сейчас будем пробовать новый расскажи ты мне заранее сказала я бы придумала что рассказать кстати кисточка здесь помню тоже не очень удачно да в прошлый раз мы получается лак был из этой же серии кисточка и кисточка была бракована какая-то такая вся кривая было очень удобно красить и сейчас у татьяна такая же проблема я знаешь о чем потом подумала цвет офигенный у лака я подумала что можно взять вот этим средством получается для удаления лака вытереть кисточку спонжиком ну ватным диском то есть чтобы она была чистая кисточка от лака и потом просто взять и аккуратно ножницами ее подровнять как тебе надо поймать меня слушала я тебя слушала слушала и сразу подтирала я залезла кисточка кисточка да неудачно вот у меня уже на втором лаки такая кисточка попала не знаю сколько мой телефон передаст вам цвет цвет классный прям когда наклевает разложенная была почему так это вот в одно покрытие второе покрытие надо делать не буду плачу кисточка очень неудачная я на той бутылочки которая как раз была вот с этим лаком с малиновым я поменяла кисточку взяла из другой бутылочки из того лака который почти не пользуюсь лак наш я поменяла кисточки местами теперь даже не знаю сколько мне еще бутылочки менять потому что остальными лаками я так вроде бы всеми интенсивными пользуюсь а вообще мастера по маникюру никогда не красят вот этой кисточкой из тюбика у них своя кисточка то есть как вариант ты можешь просто у меня уже была мысль заказать нашу кисточку для губ и использовать ее для нанесения лаковых кстати мне такая мысль тоже пришла можно будет попробовать в общем в одно покрытие я сделала во второе покрытие наверно не буду кисточкой не активно классный артикул сказала да цвет да красивый в общем отлично эта серия мне нравится она наносится хорошо согнуть быстро какая-то какой-то волосины ну это вот я подтирала и с ватного диска в принципе принципе о давай проверим кстати вот это средство сразу дошло же вот смотрите как мы делаем просто берем мне сейчас еще штаны эти брюки показывают а я ногти накрасила да какая молодец взяли в пипеточку и теперь буквально мы думаю одной капли будет достаточно смотрите она растекается получается по всей поверхности ну сейчас посмотрим как на таком лаки работает на лаки с блестками она работает обалденно действительно ускоряет процесс высыхания лимончиком запахла как вкусненько не знаю мне кажется вот по отзывам было что на таком лаки она удлиняет процесс высыхания не ускоряет а на плесках работает ну не знаю смотрите уже можно показать брюки да чё все да вот смотри а ну дай не верю дай проверь слушай правда обалдеть работает странно чушь такие отзывы были вот смотри классно отлично понятно дело может быть час если наши так вот куда-то сильно дотронуться может немножко так отпечататься до 2 не на все во что-то в такой острое воткнуться можно конечно отпечатается вообще действительно вообще ну конечно точно и в одно нанесение два нанесения конечно будет потолще может быть и не так быстро но все равно в общем такая сегодня вот у меня интересная проверка получил так это все отодвигаем все получается бутылочки у нас закончились да переходим к одежде блюд я тебе например заказал саму сыну который вернулся с армии димулечка пришел теперь надо что подкупите мои задежды и я взяла по распродаже трючки заказала трое но одни улетели в автозаказ придут на следующую поставку эти это по моему брюки карго если я не ошибаюсь хотя здесь почему-то этого не написано на бирке просто написано брюки для мужчины я понюхи для чоловика написано это по-украински а сверху по-русски для чоловика это по-украински да здесь тоже не написано что для блюки карго в карточке товара написано 68 процентов полиэстер 30 процентов вискоза и два процента эластан цвет темно-серый меланж размер 48 артикул пятьсот двадцать восемь шестьсот шестьдесят семь это из давнишней коллекции уже и пакетик весь скотчево вклеили да видимо уже мерили перемерили так аккуратненько достаем раньше нам выдавали для пунктов выдачи отдельный пакетик из которой можно было аккуратно упаковать вещь она похожа на костюмную костюмная классная ткань мне очень нравится слушай она прям как отоленька бархатная слегка как с пиджака костюмная ткань девчонки классная мне по крайней мере очень нравится и она такая мягкая не стоячая из далека похоже на трикотажную карманы достаточно глубокие гляньте какие так смотрите как красиво сзади так и кстати тоже карманы не обманки тоже достаточно глубокие это тебе надо такие брюки папина работу он же любит карманы здесь так здесь защитки защитки что еще показать запасная пуговица а самое главное карманы сбоку карманы сбоку причем довольно интересные карманы ух ты он тоже довольно глубокий и вот здесь еще даже малюсенький такой карманчик не стоит для чего может для мелочевки для какой-то может просто для красоты для прикола причем такие карманы на обеих штанинах мне нравится мне нравится качество мне нравится ткань ткань костюмная приятная такая прям бархатная да ну по-моему они немножко чего-то липнет мне кажется это ниточка уже не та ниточка невесно прицепилась уже ну это шучу конечно сзади смотрите на поясе тут две шлемочки идут а тут везде по одной не доводимом все уже показала что хотела подклада кстати кстати смотри на них написано размер 50 опа прикол а набирки тоже 50 она пакете она пакете 48 такое бывает придется возвращать и писать письмо компания да ты сначала можешь померить они могут быть маломерки у меня кстати такая беда была со свитером недавно но в лучшую сторону мне даже больше понравился тот размер который оказался внутри если будут сыну маленькие могут оказаться папе как раз а папа для работы с карманами просто просто на работу он не очень любит ходить в руках потому что все время приходится там приседать а в брюках не очень удобно в трико все-таки поудобнее я обычно беру наши трикотажные штанишки они не ходят на работу это может быть так куда-то выйти так что не знаю что кому подойдет будем иметь но брюки мне понравились честно скажу ткань мне понравилась там они были еще в темно-синем цвете еще в каком-то цвете в темно-синим я не захотела но как-то не знаю быть похожим на школьника мне показалось все на таком сером цвете более так благородно кстати по поводу того что это пакет с одной биркой артикул другой внутри вложен ничего страшного здесь нет если вдруг вы в такую ситуацию попали обращаетесь к менеджеру пункта выдачи он вам все это дело либо вернет как брак ну в общем проблем никаких это не вызовет да и напишем письмо в компанию все что и этот вопрос обязательно разрешится такое к сожалению иногда но бывает возможно потому что вещь с примерки кто-то перепутал пакет добывать две вещи заказы двух размеров 48 и 50 а потом будто путают к эти кулечки и получается такая пересортица до на пункте выдачи когда вас брать принимали не проверили чтобы бирга на пакетике совпадала у нас кстати сайл произошел с анечкой такое когда покупала в распродаже обувь кроссовки с утеплением у меня тоже такого с одной парой так было на у кулечки было написано 36 размер а в итоге внутри кроссовки с утеплением такие черные с белой подошвы оказались 37 размера но мы все равно их оставили чуть-чуть они и свободноваты но учитывая что она все время подмерзает и подденет еще теплый такой плотный носок и тогда отлично будет поэтому она даже несколько раз одевала так что мы их оставили письмо в компании писать не пришлось посмотрим может быть и в этот раз без письма боялся так следующие брюки светло-коричневый цвет написано размер тоже 48 по крайне мере на кулечке вот состав 97 процентов хлопок 3 эластан артикул 528 631 мне эти брюки честно говоря нравятся больше просто так пока еще в пакете на них смотрю как-то больше они похожи как на джинсы кстати в базе когда я смотрела на них по распродаже заходила в карточку товара они мне понравились не очень там какой-то цвет светлее какой-то такой не знаю я еще посмеялась про себя подумала какой-то цвет детской неожиданности простите вот ну какой-то такой цвет не такой был как он какой он в жизни в жизни он более камеросневый более камеросневый более камеросневый да вот я честно сказать очень сильно сомневалась по поводу этих брюк из-за цвета кстати размер здесь правильный написано вот 48 ой мне эти брюки больше нравятся они больше напоминают джинсики да классные такие вот сзади кармашки так снимаю ручки так пуговичка пуговичка расстегивается плотная ткань пуговичка да расстегивается карман тоже достаточно глубокий таких карманов два кстати ткань такая знаете на ощупь немножко бархатистая приятная вытачки на попе здесь тоже вот две шлевочки не помнишь какой там самый маленький размер не хочу обманывать потому что не помню сейчас я проверю пуговичка на своих детей думаем о смотрите запасных две пуговички одна поменьше другая побольше а поменьше это наверное для кармашков потому что тут же на кармашках маленькие пуговички получается что идет одна пуговичка для кармашка запасная одна для пояса сегодня у нас на сайте проблем сегодня у нас до sky здесь большие прям довольно таки хорошие карманы кстати этот фасон у нас такой очень любит папа мне очень нравится может быть даже закажу еще кого нибудь такие блюки классно это все по распродаже распродажа вы найдете в своем личном кабинете там где персональные акции отличный цвет там где у вас персональные акции туда заходите там есть строчка распродажа там всегда аккуратно сейчас идут три распродажи значит одежда 75% потом одежда бурматика 65% и еще там распродажи велюровой одежды леггинсы и топики велюровой тоже в распродаже поэтому заходите выбирайте отшита в бангладеш блюди отличные те которые серые меланж мы смотрели до этого они так помягче а это более такие поплотнее более как на джинсы похожи как джинсы слушай а более металлическая молния нет не металлическая кстати на тех брюках тоже не металлическая молния тоже такая вот пластмассовая в общем ну не знаю короче говоря будем мерить третьи брюки которые я там заказала какие же третьи заказала я уже не помню а бельветовые бельветовые светохат я заказала ему но они придут наверно в следующую поставку перевалились в автозаказ вот в общем не знаю сегодня понесу домой будем мерить потом расскажу что из этого всего вышло мальчишки молнии хотят ни в кадр ничего поэтому не получается таких примеров раньше же Дима соглашался не знаю как Дима не знаю как Дима захочет не захочет раньше Дима был не против вроде бы всего этого и снимался даже в моих видео ну вот если эти брюки понравятся пусть размешит ну в общем посмотрим короче говоря брюки понравились и те и те теперь будет зависеть от того как они сядут по фигуре потому что у всех телосложение разное кому-то подходит один фасон кому-то другой фасон у нас высокий и худенький довольно таки очень худенький мы даже думали что его не возят в армию его даже и сразу вовремя не взяли должен был пойти летом после техникума что если сильно худый в армию не виноват ну да там какой-то есть предел веса первый раз такой осил ну потом все равно короче забрали хотя у него все равно был недовес согласно его росту ему там не хватало прилично килограммов сначала поспиялись над ним сказали иди домой откармливайся отъедайся в итоге осень все равно забрали ну к чему он начал говорить что фигуры у всех разные поэтому брюки садятся совершенно на всех по-разному у кого-то кузочка у кого-то там не знаю более толстенькая попка у кого-то наоборот попки почти нету поэтому один и тот же фасон совершенно по-разному садится на всех мужчин поэтому надо обязательно мерить вот да это не только брюк касается это вообще все ну да это в принципе и женщин касается всех у нас разные фигуры одна и та же вещь на нас садится совершенно по-разному и смотрится даже уже за этого уже по-другому вот поэтому если есть у вас возможность берите на примерку старайтесь даже лучше брать два пограничных размера чтобы можно было померить убедиться какой подошел какой не подошел а может быть ничего вообще не подойдет можно будет вернуться вернуться вернуть эти вещи вот и заплатите только за то что вы оставите себе остальное все уедет на склад по возврату вот это очень удобно мы сами регулярно этой функцией пользуемся очень удобно вот и и получается никаких лишних переплат у вас нет деньги то конечно вам вернуться на ваш счет если вдруг вы оплатили заказ уже заранее но они не вернутся к вам на карточку они вернутся вам в ваш личный кабинет на личный счет покупателя вот ну не всем это всегда бывает удобно особенно для тех кто делает не в каждом каталоге заказы поэтому лучше если у вас есть вещи в заказе не оплачивайте заказ сразу а померяйте и потом заплатите только за то что вам подошло это очень-очень удобно на карточку деньги могут вернуть но только по отдельному заявлению нужно писать в обратную связь специальное там заявление писать сколько-то дней потом еще ждать то есть это можно сделать но по отдельному требованию ну в общем придется поморочиться слегка ну и все в принципе сказать все у меня закончилось остались только карточки опять у нас будут скидочные карточки теперь это уже зимние то у нас были осенние карточки теперь у нас зимние зимние скидки минус 50% а на какую эту категорию товаров а там разные категории товаров подпадают там это косметика за волосами гигиена декоративная косметика косметика для дома парфюмерия ароматерапия и wellness ура интересно wellness на коктейли будет или нет? было бы неплохо а ну вот кстати я как-то сравнивала надо посмотреть но чаще всего по виповской программе все равно выгоднее выходят коктейли чем по купонам ну потому что по виповской программе мы покупаем минус 70% а тут получается будет минус 50% ну для обычного потребителя ну у кого нет вип программы точнее сказать кто ее не использует тому конечно будет выгодно купить и за 50% в минус поэтому как бы все равно купоны эти в плюсы в помощь покупателям они бесплатные даются всем за покупки за один купон дается за покупку на 999 рублей 4 вот вот у меня получается по заказу перевалило за 4000 да 4584 это по цене каталога вот а так на 3800 500 использовать этот купон можно будет только в новом году в каталоге номер 1 с 9 января по 29 января сейчас мы только их собираем получается зарабатываем а потом будем использовать да наверное в следующем каталоге будут тоже купоны приходить за заказы и только имейте в виду что скидка вот эта 50 процентов заявленная рассчитывается от черной цены в каталоге нет красной которая у вас в каталоге скидочная а именно черной цены в итоге у меня экономия получается на 1695 рублей и заказ на 30 с лишним баллов довольно неплохо если все подойдет и все останется дома то за один заказ 30 баллов это очень даже хорошо большой плюсик в мою попивку да чтобы зарабатывать деньги в компании с объемов по команде с покупок других людей которые за тобой закреплены лично объем нужно делать 50 баллов вот считаю Татьяны уже половина готова если все это подойдет заберет половина готова но Татьяна делает больше чем 50 баллов она делает 100 баллов у тебя уже хороший вип стаж сколько-то там год уже больше да больше гораздо больше скоро 2 наверное будет у меня вообще там большой-большой стаж ну у меня одно время я прерывала его вот потом у нас была акция и вернись на уровень с которого упал да да вернули значит кто захотел и сделал определенное количество баллов там 200 баллов надо было сделать и вернули на прежнюю ступеньку с которой вы соскочили когда-то по этой программе вот я вернулась на свою предыдущую ступеньку и пока вот еще держусь на ней и наверное пока сходить не собираюсь а смысл тебе сходить команда растет команда уже большая а рост по карьерной лестнице у тебя уже есть смысл сходить баллы у тебя без напряга выходят ну да покупки это постоянно делаю все время что-то нужно домой много одежды покупаю всегда спрашиваю Татьяна как ты в этом каталоге 100 баллов сделала не знаю как-то само собой получилось как-то само получается вроде берешь все что нужно в итоге получается что даже бывает переваливается 100 баллов бывает и по 130 по 150 в прошлом каталоге было 130 баллов в прошлом 150 по-моему было все это благодаря широкому ассортименту сегодня ты купил шампунь потому что закончился завтра ты купил себе штаны потому что пора обновить гардероб в следующем каталоге взял там например кроссовки новые да и постоянно то одно то другое покупаешь и баллы всегда делаются те кто говорят что не могут сделать 100 баллов или даже 50 баллов вот себя просто честно спросите на самом деле это не то что вам ничего не нужно да как некоторые говорят ой мне столько много не нужно вопрос не в этом вопрос в том что вы пока просто не можете себе позволить столько денег выделить чтобы на такие суммы купить ну так ну так если вам все равно нужно это купить допустим те же брюки там те же штаны какие-то спортивные или там не знаю какой-то свитер похолодало да вы же все равно это пойдете покупать оно ведь вам нужно я просто купила это здесь вот и я уже заметила что у папика у моего на тех штанах которые я ему трикотажные покупала уже он где-то выдрал себе дырочку на на сзади вот уже теперь заработался где-то зацепился ну такая работа у него что где-то что-то обязательно можно зацепиться легко и просто поэтому сейчас вот кое-что то что нужно Диме я куплю потом опять вернусь к спортивным штанам еще надо будет парочку папику прикупить он еще у меня схуднул на некоторые штаны на нем стали прям болтаться вот поэтому не знаю мне всегда что-то надо постоянно то футболки то трусы то носки то свитер то батник в общем ну и по ценам кстати мы сравниваем сегодня на многие товары цена дешевле даже чем в обычных магазинах естественно от этого только еще приятнее здесь делать покупки но еще я хотела немножко в другую сторону зарулить если денег не хватает никак даже когда сильно-сильно надо одеться и обуться а денег нет то бизнес с компанией Faberlic вам просто прописан здесь можно зарабатывать зарабатывать можно много можно зарабатывать быстрые деньги на продажах по каталогам а можно даже без этого обойтись и работать без каталогов то есть схема разная и выбирайте ту которая вам удобна более подробно вам Татьяна расскажет если вы пройдете по ссылочкам ниже и к ней проделать тут уже вы сначала определитесь как именно вы хотите а тогда уже мы дадим вам пошаговое а чтобы вам было на чем определяться Татьяна вас подключит к системе обучения которая есть у нас в команде для новичков там вы сможете в определенной последовательности погрузиться в тему бизнеса с компанией Faberlic получить первую порцию информации ну и дальше уже в индивидуальном сопровождении еще больше узнавать про этот бизнес так Татьяна когда-то пришла просто потребителем 9 месяцев с удовольствием покупала продукцию вот в каком-то моменте со мной познакомилась а я не могу про бизнес молчать и в итоге теперь Татьяна не только делает выгодные покупки для своей семьи и не только экономит на этом семейный бюджет но и зарабатывает деньги с компанией Faberlic и вы подключаетесь к нам будем рады видеть вас в нашей команде обязательно а еще будем более счастливы если вы вдруг тоже находитесь в Краснодаре живете где-то в районе где находится наш пункт выдачи город Краснодар улица Яцкова 28 это губернский черкасская героев разведчиков вот приходите к нам обслуживаться с удовольствием с вами познакомимся в реальной жизни это точно ну тут уже и добавить нечего в общем если вас что-то заинтересовало опускайтесь ниже под видео там есть все нужные ссылочки все контакты пишите регистрируйтесь не можете сами поможем вот ну и увидимся конечно же на моем канале еще обязательно а на сегодня все все что хотели показать показали рассказали всем пока-пока-пока и не забудьте поставить лайк вот все все вот вот все 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 вот все вот вот